Музыка Всем привет. Хочу представиться. Я Николай, работаю главным ML-специалистом в R&D отделе SOCA компании Bizon. Уже работаю там два года. Сегодня расскажу вам про то, как мы уменьшили нагрузку на аналитика. Вообще есть в зале аналитики, кто страдает от большого числа алертов, например, в SOCA, кто работает. Вот вижу. Это ваша боль. Вот мы ее решаем у себя, пытаемся. Прежде чем начать, кто мы такие вообще? Мы TDR, мы сервис-провайдер. У нас как бы одновременно это и SOCA the Service и Management Detection and Response. Мы защищаем более 100 компаний из различных отраслей. Это сырьевой рынок, IT-компании различные, общий ПИД. Именно поэтому у нас достаточно большое количество детектирующих правил, более 2,5 тысяч. И за последний год, за 2023 год мы закрыли нашими аналитиками, ну, обработали, не закрыли, обработали, более полумиллиона алертов, среди которых были и инциденты, вот более 50 тысяч алертов. Это были обнаружены подозрения на инцидент. Прежде чем говорить про проблематику, давайте обозначим вообще скоп доклада. У нас есть сырые события, которые срабатывают на конечных точках, также в сети, где угодно они фиксируются, и с помощью корреляционного движка с дополнительными обогащениями у нас появляются вот эти вот сырые корреляционные ивенты, которые впоследствии летят в Alert Manager. Alert Manager – это такая штука, которая занимается, помимо того, что регистрирует алерты и инциденты, помимо этого она еще троттлит, агрегирует, схлопывает, и после этого всего у нас остается достаточно, ну, отфильтровывает, скажем так, более 90% сырых событий и регистрирует это как алерт. То есть у нас появляется сущность алерт, которая уже попадает к нам на Суар, и именно в этот момент подключаемся мы. Подключается сок авто, и мы через сок авто пытаемся по максимуму помогать нашим аналитикам либо через какие-то обогащения дополнительным контекстом, либо через автоматизированное закрытие по какой-то логике алертов. При этом мы должны это делать достаточно быстро, чтобы аналитик не успел взять алерт в работу, а как бы закрыть самостоятельно и забрать ту задачу на себя. Да, можно уточнить, что в день у нас приходит около порядка двух тысяч алертов, и с этим нужно что-то делать, потому что человеческий труд, он достаточно дорогой, надо это автоматизировать. Вообще в чем, какова реальность? Вот есть аналитик, он сидит целый день, ему падают алерты. Большинство из этих алертов является фолзой, и у него замыливается глаз. То есть так называемый алерт-фатик, он страдает от этого, ему больно. И с постоянным ростом числа клиентов у нас как бы растет и число алертов. И соответственно у нас растут доли расходов на человеческую обработку этих алертов. Какие ожидания мы хотим добавить AI-аналитика? Какие от него ожидания? Что он будет принимать на себя удар в размере 10% алертов, их закрывать, фолзовых, и при этом не делать ошибок на подозрительных алертах. То есть нам нельзя, чтобы подозрительные алерты не дошли до человеческой обработки. Поэтому так. И помимо этого должна соблюдаться скорость. То есть мы должны достаточно это быстро делать, менее 10 секунд у нас отводится на это. Зачем вообще и почему? Нам нужно снизить рутину с аналитика SOC, чтобы они могли заниматься сложными автоматизированными задачками. То есть и повысить пропускную способность нашего сервиса. То есть чтобы мы больше тем же самым составом аналитиков могли покрывать больше число клиентов. Что вообще делать? Я вам сегодня расскажу про поля алерта, неоднозначные правила, простановку алертов аналитиками. И я попробую свести вот эту задачу классификации. Далее поговорим про способы извлечения признаков, их обработку. И рассмотрим некоторые из этих признаков. Потом обсудим, как происходит выбор и обучение модели. Каких мы метрик придерживаемся при оценке модели. Как мы ее переобучаем. И в конце я покажу вам нашу архитектуру, внутреннюю кухню и как мы интегрировались в SOAR. Про анализ данных. Вообще, что такое алерт? Алерт – это индикатор успешной фиксации нашего события. То есть по какому детектирующему правилу. У него есть ряд полей. Наиболее интересные нам будут это title, то есть название правила, по которому сработал. Это classification, то есть наш таргет, то, что проставляет аналитик. И alert data. Alert data как сущность, которая хранит внутри себя всю информацию об алерте. И, собственно, как она выглядит. Это JSON, содержащий подробную информацию. И в зависимости от правила набор значений может разниться. То есть это такая плавающая структура. Но ничего не понятно тут, что именно внутри. Хочу заметить, что не все правила могут быть обучаемы. То есть есть ряд правил, по которым мы не можем делать какую-то классификацию, потому что это требует дополнительного участия аналитика. Например, вот у нас есть внутренний скан портов, который происходит. Это обычно всегда какое-то подозрение. То есть это что-то, что ненормально. Ну, то есть это либо реально произошел какой-то инцидент B, либо же это пентест или какие-то внутренние работы. Мы всегда это должны подсветить и отправить заказчику. Поэтому тут классифицировать что-либо бессмысленно. Это, например, какая-то, может быть, массовая рассылка с какого-то подозрительного домена. Тут, опять же, нужно, чтобы аналитик взял этот домен, сделал ряд проверок вокруг него и отправил это заказчику либо, ну, и получил от него какую-то обратную связь, нормально это или нет. Как выглядит классификация аналитикам? У нас есть четыре варианта классификации. True positive – это вердикт, который используется, когда у нас активность подозрительная. То есть он отражает, что правило сработало корректно и активность подозрительная. Benign positive – когда у нас активность подозрительная, но при этом она контролируемая. То есть, например, там происходили какие-то внутренние работы или, опять же, пентест. То есть то, про что заказчик уведомлен, он знает об этом. Либо мы получаем обратную связь от заказчика, что данная активность, она подконтрольна. И самый большой класс – это false positive logic. Это то, что сработало корректно, но при этом это вот наша как бы фолза, наша боль, с которой мы должны бороться. Это вот самый большой класс, класс фолзы. Также есть еще false positive data. Оно нам дальше не понадобится. Это просто когда у нас неправильно сработало правило из-за неправильного парсинга или каких-то, в общем, проблем с алертом. Тогда он помечается как false positive data. Давайте переведем это на язык бинарной классификации. В качестве класса 1 мы берем… То есть задача вообще наша какая? Закрывать false zoom. Поэтому в качестве класса 1 мы должны брать false positive logic. Собственно, если мы его закрываем, то есть это вот наше ТП. Тут немножечко взрыв мозга может произойти, потому что как бы ТП – это наше ФП. Мы закрываем то, что нужно. При этом мы не должны ошибаться на втором, на нулевом классе. Нулевым классом у нас является подозрение на инцидент. Мы на нем не должны ошибаться. Если мы на нем ошибаемся, это плохо. Это значит, мы закрыли возможный инцидент. Это не есть хорошо. Мы его должны всегда стараться отправить аналитику. И это та интересная и полезная работа для аналитика, которую он вот ждет, жаждет. А вот то, что здесь, это то, что для аналитика является рутиной, лишней нагрузкой, от чего он страдает, собственно. Мы пытаемся его избавить от этого. Как выглядит фильтрация? У нас было полтора миллиона алертов. Мы отсекли, во-первых, алерты за 23-й год, самые свежие. Затем мы оставляем только решенные алерты, то есть те, по которым уже вердикт какой-то вынесен. Берем правила, которые можем классифицировать, как я говорил уже заранее. Это достаточно много отсекает. Ну и помимо этого, для бинарной классификации нам нужно, чтобы соблюдалось, чтобы были и те, и другие классы. Иначе это мы уже уходим в аномалии. А здесь мы решаем задачу классификации. Поэтому вот после всех этих фильтраций у нас остается 50 тысяч алертов и 400 правил, пригодных для обучения. Резюмируем. Аналитики могут ошибаться. Это надо понимать. И одни и те же алерты могут быть проклассифицированы по-разному. Тем более, что у аналитика глаз замылен. Поэтому нужно быть готовы к подобным аномалиям и это понимать. Процессы по классификации алертов должны быть налажены. И поэтому мы предложили проводить пост-ревью более опытными аналитиками того, что классифицируют наши аналитики, менее опытные, скажем так. Некоторые алерты могут быть переложены на понятный алгоритм. Как я уже говорил, у нас SOC-авто как обычные алгоритмы есть, так мы решили добавить ML. Поэтому что-то можно закрывать без применения ML. И скорее всего это большая даже часть. Либо они могут вообще не поддаваться классификации и требовать дополнительного участия от аналитика. Также внутри алерта, у нас алерт это изменяемая структура, могут появляться дополнительные сущности, обогащение и накопление из разных источников. И их тоже нужно учитывать в анализе. Произвлечение признаков. Вообще как у нас готовится набор данных. Так как алерты это временные сущности, в обучении не могут участвовать перемешанные алерты. Нам нужно их для каждого правила выполнить сортировку, чтобы не произошло просачивание информации. Помимо этого нам необходимо иметь два класса, как я уже говорил. Поэтому мы берем только те правила, которые имеют более 30. Это экспериментальным путем было получено. Тех и иных классов. Признаки. Глобально у нас обработка признаков делится на 4 типа. Это IP фичи. Мы их извлекаем, берем все IPшники, которые есть в алерт дате, сравним их между собой, смотрим на приватность IPшников. Далее это временные фичи. Временные фичи тоже извлекаются из… Ну, мы можем из них формировать различные… Это день недели считать, это час, в который произошел алерт, это различные интервалы, это время работы процесса и так далее. Это длины, как отдельный тип признаков. Считаем длины путей, ссылок, командных строк. И все, от чего можно взять длину, и было бы для нас информативно. И самый большой класс – это категориальные признаки. Они забираются из строковых атрибутов и при помощи one-hot-encoding превращаются в бинарные. Внизу показал pipeline. В результате у нас после всей обработки получается порядка 1100 признаков, то есть достаточно такой разреженный вектор. И некоторые признаки, наиболее интересные из них, я шап-значениями посмотрел наиболее важные, и можно сделать вывод, что действительно длины полезных данных, которые передаются в командную строку, они влияют. Скорее, чем длиннее строка, тем скорее всего там какая-то нехорошая нагрузка была передана. длинный путей к файлу образа процесса индикатора, то есть из какого-то там далекого места все системные процессы, они запускаются, можно сказать, там из корня. Вот, поэтому если путь достаточно длинный, то скорее всего что-то не так. Была также фича, использовали вот как раз временные, не всегда стоит использовать, потому что бывает такое, что происходят аномальные всплески алертов, и какие-то алерты, которые потом получают один и тот же вердикт в фалзу, они летят в одно и то же время. И поэтому такая фича, она вроде как показывает, что она сильно коррелирует с таргетом, но при этом это не стоит использовать, потому что вот нужно понимать, что бывают такие всплески аномалий, и временные фичи иногда могут наоборот портить вашу классификацию. Итого, да, я забыл сказать, что вообще, когда вы формируете признаковое пространство, то есть делаете ваш фичр экстракшн, желательно привлекать специалистов, которые, ну, в данном случае, вот мы привлекали аналитиков, вместе с ними сидели, смотрели на алерт, узнавали, как они работают с алертами, на какие поля они смотрят, и вместе с ними думали, что вообще оттуда можно извлечь. Алерты формируются на основе большого числа правил, поэтому это приводит к разреженности признакового вектора, и с этим надо что-то делать. Могут появляться новые правила с новыми ключевыми признаками, поэтому обновляйте постоянно ваш фичр экстракшн. И, да, не забывайте, что прежде, чем вообще уходить с головой в фе, попробуйте использовать текстовые эмбейдинги, просто накинуть какую-нибудь BERT-модель, получить эмбейдинги и затем сделать на основе этого классификатор. Возможно, вы сэкономите себе достаточно много времени, это будет плюс-минус хорошо работать. Про модели и эксперименты с ними. Мы пробовали разные. Даже попробовали TinyLama построить эмбейдинги, как раз про которые говорил, и накинуть сверху random forest. Какой вообще плюс? То, что на фичр экстракшн практически не надо тратить время, это просто получение эмбейдингов. Но у нас существует ограничение, во-первых, то, что у нас это медленно работает, нам нужна видеокарточка, и то, что у нас существует ограничение по размеру контекста, то есть не все алерты, увы, влезают в нашу LLM-ку. Поэтому мы остановились на CutBoost. Он требует более тщательной настройки, но при этом он работает с категориальными признаками из коробки, и не нужно еще дополнительно писать обработчик категориальных признаков. Он более гибкий. Графовый анализ у нас в планах, потому что пока что еще не готово представление алерта, как графа, то есть вот этих вот связей. Вот сейчас этим делом хотим заняться. И для нас вставал вопрос, как лучше, то есть использовать одну общую модель на все правила, или же стоит построить модель на одно правило. То есть одна модель, одно правило. И получается так, что одна модель на правило работает лучше, потому что это более плотные данные, это позволяет более точно тюнить модель, подбирать отсечку конкретно для каждого правила. Но при этом, да, у нас дольше обучение занимает, потому что просто нам нужно множество моделей построить вместо одной большой. Как происходит выбор отсечки? Он производится на основании рекол класса ТП, то есть на эталонной выборке он должен быть близок к единице. Нам нельзя пропускать ни одного ТП, то есть нам нельзя его закрыть, как фолзу. Нам нужно отправить его аналитикам, всегда держим в голове. И результат вот на нашей эталонной выборке, он вот такой вот, то что мы правильно определяем примерно 38 процентов фолзы, то есть берем на себя, закрываем. Вот при этом отсечка у нас составляет 0,8, при которой достигается вот это максимальное значение полноты на классе ФП. И при этом мы не ошибаемся на ТП. Здесь приведено сравнение алгоритмов. Наиболее интересным будет вам последняя колоночка, по которой как раз мы сделали свой выбор, то есть почему мы взяли катбуст, просто потому что он может закрывать большее количество фолзы. То есть если это переводить в человек часов в год, то есть аналитик примерно в среднем тратит 20 минут на анализ одного алерта, вот это можно перевести в человек часы. И катбуст закрывает 1782 часа аналитики. Должен быть предусмотрен механизм по отсечению правил. То есть есть правило, есть модель, мы должны понимать, что эта модель будет работать в проде. Если у нее, когда мы выбираем автоматически отсечку, эта отсечка там близка к 099 в периоде, скажем так, то она просто будет плохо работать в проде, потому что все данные будут лететь в один класс и скорее всего она будет ошибаться, она пропустит реальный инцидент. Модель направила эффективнее, чем одна большая? Для нас это да. Возможно, у кого-то это не так, но вот у нас показало, что так лучше работает. И, естественно, все зависит от качественного feature extraction. Не нужно сначала уходить с головой в подбор моделей, потому что, скорее всего, проблема-то идет от вашего FEE. Как происходит оценка модели? Оценка модели у нас, по сути, это две метрики. Это precision на классе 1 и recall на классе 1. То есть precision на классе 1 у нас должен быть близок к 100, чтобы не закрыть потенциальный инцидент. Полнота или true positive rate – это как раз вот наша эффективность. Хотел бы сказать, что рок-кривой здесь пользоваться излишне, потому что, по сути, это точка на рок-кривой. То есть, когда у нас false positive rate должен быть 0, а true positive rate должен быть больше 10%. И, как бы, тут не имеет смысла. Поэтому, собственно, вот типичные метрики, метрики наши. Мы используем recall, precision, количество правил и число верно закрытых FPL. Да, также у нас есть бизнес-метрики. Это доля закрытых алертов от общего числа, доля неверно закрытых ТП, то есть наша ошибка, и скорость обработки на инференсе. На ML Ops можно много всяких метрик придумать, которые стоит контролировать. Поэтому, собственно, тут что хотите, то и придумывайте. Как выглядит процесс переобучения? У нас переобучается модель каждую неделю по расписанию. Подбор пороговых значений, он идет, как бы, по эталонной выборке. Модель переобученная у нас встает в мониторинг и на inference. И у нас формируется ежедневный отчет о качестве работы нашей модели и при наличии вердиктов аналитиков. То есть на тех алертах, где модель вынесла свой вердикт и аналитик поставил свой. Если модель превышает допустимые нормы по ошибкам или же ее эффективность снижается, то мы ловим алерт в телеграм-канал и смотрим причины, что пошло не так. Как мы интегрировались с SOAR? Вот здесь я привел список используемых решений. У нас есть inference сервер. На нем стоит продовская модель и она занимается как раз классификацией. Она забирает из модуля регистрии зарегистрированную модель. В модуля регистрии, который на MLflow у нас попадают модели из train сервера. Он у нас собственно собирает информацию о классифицированных алертах, приобучается каждую неделю, регистрирует метрики, логирует саму модель. Отдельно у нас есть мониторинг, который следит за состоянием модели. И это все дело летит в SOAR клиент, то есть клиент, который связывается с как раз нашим SOAR и занимается тем, что автоматически закрывает часть алертов, а те алерты, которые не смог закрыть, но при этом они прошли нашу модель, мы их дообогащаем скорингом модели. Что в итоге имеем? в итоге у нас появляется отдельная вкладочка в SOAR с инричом от модели. Здесь можно видеть, что это как раз фолза с высоким приоритетом. И она была закрыта менее чем за секунду, просто потому что мы ее забрали на себя. То есть мы укладываемся во временные ограничения. При этом мы закрываем около 10 процентов фолзы от общего числа алертов, которые покрываются моделью. У нас есть скоринг. Мы можем подсвечивать аналитикам наиболее подозрительные алерты, на которых первоочередно стоит обратить внимание. То есть их можно отсортировать. И при анализе данных, это как косвенная задача, мы улучшили процесс классификации алертов, подсветив аналитикам проблемы с классификацией как раз и предложив пост-ревью. Что вообще стоит извлечь из всего этого? Во-первых, внедряйте email, когда понимаете, что процессы уже выстроены. То есть, когда у вас уже есть достаточно много других способов автоматизации, тогда стоит задуматься о внедрении email. Не старайтесь решить все с помощью email, опять же. Возможно, часть алертов можно автоматизировать и какими-то другими логиками. Всегда при решении таких задач взаимодействуйте с соком, с аналитиками сока. Узнавайте, на что они смотрят, на какие поля при анализе, что из них полезного можно извлечь, как. И держите в голове, что да, аналитик, он тоже человек, он может ошибаться, поэтому дополнительно привлекайте более опытных аналитиков, делайте смежный ревью, то есть, чтобы был какой-то пост-анализ и более точные вердикты. Следите за изменяемостью структуры алерта и когда у нас добавляются новые правила и новое обогащение, значит, нужно что-то изменить у себя в вашем фичер экстракшене, перестроить модель. Поэтому переобучайте модель как можно чаще, когда у нас появляются какие-то дата трифты. Таким образом у нас будут покрываться самые актуальные алерты. Спасибо за внимание. Вот мой телеграмм. Можете со мной связываться, это мой личный телеграмм. И да, жду ваших вопросов. Друзья, напомню, что вопросы лучше всего задавать, да не лучше всего, единственный выход у вас, все, я устал, мы зададим. Не парься. В телеграмм сейчас тут появится QR-код на бота. Ну, а мы перейдем к уже к первым вопросам. Да. Коль, спасибо тебе большое за доклад. Тут вопрос про сбалансированные или несбалансированные данные. Как бы подразумевая, что у вас несбалансированные, тогда вопрос, почему подошли к задаче как классификация, а не как к поиску аномалий? Потому что если мы идем в поиск аномалий, то тут скорее нужно просто сначала понимать, что это вообще за правило. То есть если оно достаточно часто фолзит, да, то скорее всего надо что-то с этим правилом делать, а не искать среди сильно фолзящего правила реальные подозрения на инцидент. При этом, если это правило как бы написано так, что это всегда подозрение на инцидент, то опять же зачем здесь какой-то поиск аномалий, когда у нас по сути всегда это регистрируется как инцидент, тут с правилом ничего не нужно делать и оно уже как бы хорошее. Поэтому здесь мы пытались закрыть как бы ту часть проблемы, где мы ловим примерно сбалансированное количество как подозрений на инцидент, так и фолзы. Да, тут вопросы, несколько вопросов от одного и того же автора, поэтому я попытаюсь задать их все вместе. Сок авто, разработка с нуля или что-то взяли за основу, сколько человек в команде, как обосновали количество руководству, как обосновали вообще создание команды и находится ли она в структуре сок? Да, на последний отвечу, да, мы находимся мы с соком есть по сути, то есть мы внутри сок, мы как бы не снаружи, не как это сказать? Не отдельная команда. Да, не отдельная команда, то есть мы внутри сок и выполняем задачи автоматизации под сок. У нас сейчас порядка семи человек, при этом у нас двое занимаются ML, четверо занимаются автоматизацией. Как мы вообще расскажи историю, как вообще команда создалась, чего вы тут вдруг решили, кто был инициатором, если это инициатива снизу, то как доказывали необходимость реализации такой инициативы, создания такой команды? Ну тут просто самого названия как бы просится, то есть типа нужна автоматизация, поэтому желательно, чтобы были люди, которые вообще у нас много людей, они пришли из аналитиков, то есть они знают, как, что такое alert, как с ним работать и знают вот эту вот всю боль, поэтому могут это переложить на рельсы автоматизации, поэтому тут оно как-то само все происходило. Вот единственное, что недавно в команде автоматизации, собственно, стал зарождаться ML, я туда перешел полгода назад, вот, и впоследствии мы еще наняли одного человека, то есть нас вот сейчас двое, потому что, скажем так, R&D какой-то нужен, то есть понятное дело, что как бы развитие на месте не стоит и нужно пытаться искать различные подходы к анализу инцидентов. Супер, спасибо. Следующий вопрос. Не отходя далеко от анализа и сока, какой процент ответов модель перепроверяется аналитиками, вот, и если, ну, какое-то это эмпирически выбранное число, либо какой-то… Да, я это забыл сказать, у нас получается такая схема, что часть алертов на самом деле, хоть мы и можем их закрыть автоматизированно, мы их специально не закрываем, это 10%, мы их отправляем незаметно для аналитиков, то есть то, что там нету ничего, как бы, просто на анализ аналитику, он на них смотрит и вставляет свой вердикт, и за счет этого как раз мы и ведем вот этот вот мониторинг, то есть те алерты, которые прилетели аналитику и он, например, проставил, что это подозрение на инцидент, это плохо, это означает, что наша модель начала ошибаться и потенциально мы могли бы закрыть инцидент, поэтому мы как бы тут держим вот эти вот 10% как те, которые долетают до аналитика и он их не видит, не замечает. Как-то явно им указывать, что вот эти конкретные инциденты, это то, что мы отправили вам на проверку, не стоит, думаете, как бы аналитики расстроятся? Еще раз. Ну, то, что вы сейчас сказали, ты сказал, что как бы ты 10% вы отправляете в тихую аналитикам на перепроверку. Да, 10% от того, что мы могли бы закрыть. Есть причины, почему мы в тихую как бы… Мы не хотим их вообще подсвечивать и предоставлять какой-то скоринг, просто чтобы аналитик сам полностью как бы взял их в работу, посмотрел на них и, ну, чтобы он не ориентировался на вынесенный вердикт модели, то есть полностью, да, проделал работу самостоятельно. Да, вот тут вопрос. Модель учится на каждое правило для каждого заказчика или одна модель на правило для всех заказчиков? Хороший вопрос. Да, мы пробовали по-разному. И если мы будем обучать уж совсем так точечно, то у нас просто может не остаться алертов, поэтому как бы модель у нас учится именно на правило, то есть мы еще не разделяем по заказчикам. То есть одна модель на правило? Одна модель на правило, да. Мы пробовали разные подходы, да, мы делали модель на правило плюс заказчик. Мы делали еще модель на severity, то есть это на, брали модели, которые работают по только определенным, по определенным алертам, то есть определенным как бы severity, там low, high и так далее. То есть по-разному можно побить ваши алерты и в целом попробовать построить модели на разные разбиения, посмотреть, что будет лучше работать. А сделать мета-модель и правило сделать в виде фичей, ну фактически одна модель на все. Пробовали, плохо это работает у нас, то есть одна мета-модель и как бы фичи, как правило, я бы сказал, это искусственный не есть хорошо вот так вот. То есть, да, и у нас так плохо работало. Ясно. Придуманный конструкт. И еще вопросики? Мы продолжим, как бы, почему отчет у вас формируется раз в неделю, как бы, если произойдет ситуация, когда вы выкутили новый апдейт в прот и уже на следующий день она начала неправильно себе вести? Отчет формируется у нас каждый день. Когда автор вопроса, что ты имел в виду? Ну, я не помню, просто возможно, может это, в общем, нет, отчет у нас формируется каждый день и мы на него смотрим. Просто раз в неделю мы раскатываем новую модель, вот, поэтому. А почему раз не, ну то есть, почему выбрана именно такая периодичность? Почему выбрана такая периодичность? Ну, просто за это время успевают накопиться новые алерты по новым правилам, то есть переобучать каждый день не имеет смысл просто, потому что не такая скорость изменения, вот, поэтому в целом просто экспериментально мы поняли, что раз в неделю нам достаточно переобучать, но нам ничего не стоит, как бы, поставить и на переобучение каждый день, просто оно того не требует. То есть пока что мы справляемся с тем, что у нас вот модель раз в неделю переобучается. Тут вопрос еще, почему к требованиям задачи допуск 3% на ошибки на подозрительных алертах, а если там инцидент? Если мы ошиблись на инциденте, я правильно понимаю вопрос, да? Если мы закрыли фаузу как инцидент. Почему в требованиях задачи допускается 3% ошибок на подозрительных алертах? Я понял. Почему допускается 3%? Потому что, ну, если 100% никогда не бывает, всегда мы где-то до ошибемся, на эталонной выборке у нас ноль, а в проде желательно, чтобы, ну, закрывалось, ошибались мы менее чем в 3%, это было, ну, скажем так, требование от бизнеса. Вот. И да, если мы ошибаемся на инцидентах, а мы ошибаемся на инцидентах, важно помнить, что у нас достаточно большое детектируемое, число детектируемых правил, и модель, она забирает на себя только часть правил, а когда у нас идет вообще какой-то, происходит какое-то событие ИБ с подозрением на инцидент, то там достаточно много других отпечатков в системе остается, которые фиксируются другими событиями, и таким образом мы все равно сможем заметить злоумышленника по другим правилам. То есть это долетит в любом случае до аналитика. Это как бы не один алерт, это инцидент, он в себе содержит множество алертов, которые сработало в периметре, и поэтому какой-то обязательно долетит, ничего страшного, если один из алертов, которые потенциально могли бы попасть в инцидент, мы закрыли. Поэтому 3% допускается. Но тут, наверное, вопрос такой, почему выбраны именно эти цифры? Вот ты сказал, от бизнеса, а может быть проводилось какое-то исследование? Скажем так, тут просто, чтобы мы большую покрываемость сделали на ФП, мы допускаем какую-то ошибку. Да, нам нужно фолзу закрывать в первую очередь. Если мы что-то закроем, подозрительный инцидент в маленьком количестве, ничего страшного в этом не будет, как я раньше сказал. Супер. Давай продолжим. Тут был вопрос. Раз вы строите каждую отдельную модель на каждое правило, то может быть пробовали ли вы подход автоэмейля применять? Автоэмейля применять мы пробовали, но в рамках просто построения классификатора уже по выбранному делению. То есть я тут не очень понимаю вопрос, типа накинуть автоэмейль на всю, на все данные и посмотреть, что будет. Нет, мы такое мы не пробовали. Мне очень нравится вопрос, сможет ли эмейль заменить аналитика первой линии? Ну, тут важно понимать, что… Нет, во-первых, не сможет. Как я уже сказал, что у нас… Успокоил. Да. Мы никого не увольняем, если что. То есть аналитики у нас остаются, они работают, мы их просто разгружаем. То есть наши аналитики, они как бы просто начинают заниматься более полезными для них задачами. И нам не нужно просто нанимать большое число аналитиков, чтобы покрывать растущих клиентов. Вот. И растущее количество алертов. Поэтому ничего с нашими аналитиками не происходит. Ну, собственно, в этом получается такой бизнес-вэлю, что вы экономите деньги бизнеса на найме. Мы экономим деньги бизнеса на найме, да. И мы, скажем так, делаем интереснее жизнь аналитикам, потому что они меньше сидят и отфильтровывают фалзу ручками. Супер. Да, ты в своем докладе упоминал, что у вас есть ограничения на контекст и не все инциденты у вас могут влезть в вашу модельку. Можно назвать точное число, с какого раза минуту? Сколько число токенов у вас является контекстом? В TinyLama число токенов было 2000. Пробовали BERT, там было 500. Вот. То есть вот да, в 2000 у нас влезло порядка 80% алертов, которые мы рассматривали, вот 20% не влезло. То есть да, есть проблемы. То есть если вы хотите пробовать через эмбейдинги, то старайтесь сократить ваш алерт, убрать какие-то данные, которые, ну, в целом неинтересны. То есть из структуры алерта, ну, как-то отфильтровать то, почему вы не хотите строить эмбейдинг, чтобы просто сократить объем. Мне нравится, как модель работает с цепочкой событий, ведь не всегда по одному алерту понятно, что фолза. То есть, ну, понятно с одним алертом как работать. А если их, может быть, три, как-то вы агрегируете эту информацию или все на один алерт предикцию даете? У нас алерт – это сущность, которая на самом деле представляет из себя внутри множество сырых алертов, которые были схлопнуты на уровне алерт-менеджера. Поэтому эта информация внутри есть, и мы ее тоже рассматриваем. Наш алерт – это много алертов. Да, то есть алерт-менеджер у нас занимается предварительной фильтрацией и как раз схлопыванием похожих между собой алертов, и он как раз большую часть выполняет.